В Самаре в воскресенье горел частный дом. Огонь вспыхнул в 9 часов утра в Куйбышевском районе на улице Приозерный. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. В ведомстве уточнили, что в 11.48 пожар локализовали. Пострадавших нет. К тушению огня привлекли 46 человек и 12 единиц техники. В Самаре в парке Гагарина отметили Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татары-башкир. Участников праздника приехали поздравить и в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василий Шейхразиев, глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости. На главной сцене выступили творческие коллективы. Можно было попробовать блюда национальной кухни, приобрести сладости, предметы декоративно-прикладного творчества. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Елена Лапушкина выразили соболезнования всем близким погибших в Севастополе. 124 человека пострадали в результате удара противника. Областные власти готовы оказать помощь и при необходимости отправить в Крым медицинских специалистов, пострадавших готовы принять в 63-м регионе. Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы о дополнительной поддержке армии, военнослужащих, участников СВО и их семей. В Рио губернатор отметил, что необходимо усиление по двум направлениям. Первое – это увеличение мер поддержки наших бойцов, которые уходят защищать Родину. Второе – обеспеченность и защищенность региональным правительством тех, кто принял для себя решение служить стране. С этой недели в субъекте будет оптимизирована работа по выплатам. В частности, финансовая поддержка будет доведена до 1 миллиона рублей, сообщил Вячеслав Федорищев. Русская Православная Церковь отметила один из самых главных христианских праздников – День Святой Троицы. Это даты, переходящие, потому что привязаны к Пасхе. Святая Троица символизирует триединство Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Как сказано в Новом Завете, Иисус Христос, воскреснув, пробыл на земле 40 дней, рассказывая своим ученикам-последователям, апостолам о Царстве Божием. Затем вместе с ними Иисус поднялся на Елеонскую гору и пообещал своим спутникам, что скоро на них сойдет Святой Дух. А после этого вознесся на небеса. Отсюда произошел еще один христианский праздник – Вознесение. МЧС России предупреждает – купаться можно только на оборудованных пляжах. Там дежурят спасатели и врачи. Прежде чем идти купаться, нужно взглянуть на вышку. На любом оборудованном пляже ведется мониторинг погоды и устанавливаются соответствующие флажки. Желтый флаг – нормы допускают купание. Красный, черный флаг или шар – купание запрещено. Врач-гастроэнтеролог рассказал о вреде и пользе клубники. Эта ягода содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты. Является хорошим источником железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия. Укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему, полезно для десен. Защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. Улучшает пищеварение и способствует снижению веса. При этом клубника может негативно повлиять на эмаль зубов и усугубить течение кариеса. Также не стоит есть ягоду натощак, так как это может вызвать раздражение желудка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok